Мне хотелось бы сегодня обратиться к такому месту Священного Писания, это Евангелие от Луки, 7 глава, с 1 стиха, сказано так. Когда он закончил все слова своей к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел и исцелил слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, другому прийди и приходи. И слуге моему сделает то и делает. Услышався, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал удущим за ним народу, «Сказываю вам, что в Израиле не нашел я такой веры». Посланные возвратились в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. И проповедь свою я назвал «Служение двум господам». И читая это место священного писания, рассматривая его, я удивился, знаете, чему, как бы, вот этот человек сотник, удивился, почему он дорожил своим слугой. Во-первых, это военачальник, у которого подчинение, сколько у сотников подчинений человек, кто скажет. Читаем «Деяния апостола». «И призвал двух сотников, сказал, приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы третьего часа ночи шли в Кесарию». Сколько человек? 235. У сотников подчинений, я сам удивился, читал, думаю, надо перепроверить, в Библию заглянул. И считалось, что вот эта тяжелая панцирная пехота, 100 человек, если он в подчинении, у них 100 человек, как бы сотник командует ими. Но помимо этого, там было еще дополнительно стрелки, как видим, и еще конницы 35. И я понимаю, что военные люди, я часто встречался, у меня был военрук, капитан, бывший начальник пограничной заставы, они жестковатые люди. Ну, а можно сказать, в меру, если военные есть, не обижайтесь. Они циничные, потому что им приходится сталкиваться, если война, они посылают людей, которые у них находятся в подчинении на смерть. Я удивился, ну почему вот сотник, да, когда война начинается, не жалеет их людей, дал приказ, потому что он говорит, у меня люди в подчинении. Я говорю, иди, он идет, посылаю туда, он идет, я ими командую. Ну, а тут он, один человек заболел, слуга, и он настолько дорожит им, что послал сначала старейшин, а потом послал своих друзей к Иисусу. И я, знаете, когда читал в свое время книги о династиях, английских династиях, я вспомнил, там не только династия, например, лордов прослеживается, но там династия слуг прослеживается. Не то, что там, знаете, слуга отслужил свое положенное, сколько там, 40-50 лет, а я смотрел там, поколениями служат, по 100, по 200, а некоторые по 300 лет. И эта династия переходит, лорды идут, и рядом с ними слуги. И я посмотрел, почему они ценные, потому что это был, я сделал вывод, что это был очень хороший слуга. И мне хотелось бы сегодня об одном служении говорить и начать с такого места Священного Писания. Это послание к Коринфянам, 5 глава, 2 послание к Коринфянам, 5 глава, 15 стих. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, то во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примиривший нас с Собою и давший нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. И вот об этом служении, примирении я бы сегодня хотел говорить. И можно служить в этом примирении, как сказано, что нельзя служить двум господам. Ибо одного будешь любить, другое слово Божие говорит ненавидеть. «Одному будешь усердствовать, другому не родить». Вот слуга, если вот такой, как бы на двойственном пути стоит, то получается, одного любит, другого ненавидит. Одному служит, усердствует, а другому не родеет. И вы знаете, слово примирение начинается вот это служение примирения, со слова примирения. В свое время, когда я начал ходить в церковь, один раз пришел на одно из служений, это была пятница, это была пятница. И ко мне прозвучало слово Божие, послание Коринфины, с Коринфином. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует, не обманывайтесь, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие не наследует». Я начал ходить в церковь, где-то прошло уже, наверное, полмесяца, и один раз вот на собрание я пришел, и я посмотрел направо, особенно мне затронуло, что брат проповедует и говорит, пьяницы Царство Божие не наследует. Я посмотрел направо, потом посмотрел налево, и в себе думаю, а где тут пьяницы? Второй раз он читает с кафедры, я был весьма удивлен, он говорит, не обманывайтесь, пьяницы Царство Божие не наследуют. Я обратно направо смотрю, обратно налево смотрю, думаю, ну где здесь пьяницы? И вот когда третий раз это слово Божие прозвучало, я понял, что оно обращено ко мне. Знаете, было удивительно, я говорю, ну Господь, я видел, что в своей жизни эту проблему я видел, не только я, но и многие люди видели, что я катился по наклонной плоскости. И вы знаете, я на тот момент, я сказал Господу, Господь, ну если у меня проблемы это, я грешен, ты освободи меня. И вы знаете, встали на молитву и помолились, и после молитвы я когда сел, я понял, что я свободен. Не то, что знаете, как-то какое-то убеждение, для меня это было необычное. Для меня было необычное, когда я внутри почувствовал свободу от этого греха. И что интересно, дальше начало происходить, через некоторое время я шел по общежитию своему, это был георазведочный техникум, там длинный коридор. Я говорю, чувствую, кто-то вот смотрит мне в затылок, я поворачиваюсь, наша воспитательница внимательно так на меня смотрит. Я посмотрел на нее, говорю, что Елизавета Сергеевна не узнаешь? Она такая, раз, как собачка, воду намочит, когда сама голову так отряхнула, ничего не сказала, взгляд такой тяжелый. Отвернулась, пошла, второй раз иду, чувствую, но кто-то смотрит, поворачиваюсь, обратно в метрах пяти от меня, наверное, так стоит сзади, вышла, стоит, обратно смотрит. Я говорю, что Елизавета Сергеевна, не узнаешь? Она такая, говорит, слушай, вот когда ты, говорит, ну, за грубое слово, извините, говорит, когда ты вот в блеводине лежал, пил, говорит, ты человеком был. Говорит, а сейчас, говорит, я Елизавета Сергеевна, у меня Бог от пьянца освободил. Она такая, пропал, мол, рукой махнула. Ну, встреча такая состоялась, думаю, ну, неужели я что-то неправильно сделал? Буквально через день или через два дня моя вторая мама меня вылавливает на лестнице. Дима, ну-ка, пошли в кабинет. Заводит меня в кабинет. Это был замдиректора по учебной части в георазведочном техникуме. И она говорит, ты куда стал ходить? Я говорю, в церковь. Говорит, хорошо. Ну, вот мое, говорит, слово. Если, говорит, бросишь ходить туда, возьму ремень. И хорошо, хорошо, говорит, выпарю. Я говорю, а что такое случилось? Говорит, ну, так. Она говорит, ты изменяться стал, как бы. Увидела, а я посмотрел себе, Димка какой был, как кто-то из братьев говорит. Ваня, кажется, как Иван. Какой был вчера, третьего дня, такой же и остался. И вы знаете, Слово Божие говорит в послании Коринфянам, 2 главе, в 3 главе со 2 стиха сказано так. Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы, письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога живого не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буквы убивают, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанным на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его проходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? И вы знаете, интересные вещи потом стали происходить. И я понимал, что вот это служение Духа, когда ты к Богу напрямую обращаешься, и Он тебя освобождает. И настолько это легко стало происходить. И я говорю, Господь, я еще курю. Я говорю, грешен, прости. Чувствую свободу. Буквально минута прошла в сердце свободу. И вы знаете, я начал этим пользоваться. Служение Духа, это когда ты к Богу обращаешься в своем Духе, чувствуешь, что ты свободен становишься. Через полгода я встретил знакомого, я ехал на служение, и он зашел в трамвай. Мы сели, остановка шарика подшипникового завода, сейчас нету этих трамвайных путей, не ходит там трамвай. И он сел напротив меня и рот открыл. Я говорю, привет. Он говорит, это ты, я говорю, я. Он говорит, я не верю. Я говорю, как не верю, пощупай, это я. На правое сидение я так сел, а тут три сидения. Он на правое сидение сядет на меня, посмотрит, говорит, не верю. Перебежит налево и сядет, посмотрит на меня, говорит, не верю. Бегает туда-сюда, я говорю, да успокойся, это я. Он говорит, что с тобой произошло, я говорю, да ничто не произошло. А я уже как год назад уверовал и встретился, буквально, я его не видел, но около года не видел. Он раз меня пощупал, так интересно. И я ему говорю, слушай, а я в церковь стал ходить. Он говорит, а, все понятно. А в какую? Заинтересовался, я приду к тебе на служение. И вы знаете, я потом думаю, надо же встретить, надо прийти им подарить Евангелие. Я пришел, второй стоит, справа налево ходит, не верю. Я говорю, да что вы неверующие такие? Я это потрогаю. Он говорит, третий, говорит, Дима, ты какой-то оккультуренный стал. Я говорю, да не оккультуренный, я говорю, к Богу пришел, Бог изменяет мою жизнь. И вы знаете, вы письмо Христово, и написанное, вот знаете, на самом деле, не на каменных сердцах пишет Бог, потому что я потом сказал, ну а что такого, я такой же человек. Он говорит, ага, такой же, говорит, человек. Говорит, вот мы с тобой друзья, я говорю, друзья, он говорит. Но раньше, когда мы с тобой разговаривали, я боялся тебе слово сказать. Говорит, у тебя такой взгляд был, говорит, как будто ты, знаешь, вот если я против что-то скажу, ты как куренку, говорит, мне голову быстро открутишь. Мы, говорит, друзья, друзья, ну когда мы с тобой общались, у нас ноги, говорит, дрожали. Я говорю, знаете, мне скорбно стало, я перед Богом потом плакал, надо же, я говорю, называйся друзьями, а как бы вот такое, чтобы Бог меня еще исцелял и молился об этом. И вы знаете, в свое время, в свое время, читая место Священного Писания, особенно где Христос говорит о рабах, о рабах говорит, что Иисус истинно говорит, говорю вам, всякие делающие грехи, есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободно будете. Вот такую свободу дает Христос в служении, вот в этом, служении, примирении, и мы свидетельствуем, свидетельствуем своей жизнью. Я сначала не понимал, как я могу свидетельствовать своей жизнью, что я служу живому Богу. Я думал, ну я такой же, как и третьего дня, но единственное, что, да, вижу в себе, что если я попросил Бога, то он на самом деле избавляет от греха. И вот это служение примирения, служение примирения, оно настолько славно, как апостол Павел говорит, что если даже, представьте, Моисей общался с живым Богом, и когда пришел к израильскому народу, они не могли смотреть на его лицо. Я думаю, надо же. И в моей жизни так же происходило. Некоторые прославляли Бога за это, а некоторые, когда видели на мое лицо, особенно когда я улыбался, у меня воспитательница, это ее аж корежило. Я говорю, потом как-то пришел к ней в кабинет, думаю, поговорю, ну почему, ну ненормально. Человек реагирует на мое, как бы, что я освободился, к Богу пришел. Я говорю, пришел к ней в кабинет и говорю, Елизавета Сергеевна, так по столу, так пальцем, так, слушай, тебе с Богом надо примириться, что-то у тебя недоброе там. Я говорю, ну почему у тебя, ты чернеешь аж, смотри, вот ты нормальный человек, идешь, идешь, меня увидишь, жас, чернеешь, говорю. Я, что-то у тебя там нехорошее так еще. Бог так смелость дал. И мне хотелось бы сегодня молиться, молиться об этом, когда приходит Божий Дух в наши сердца. Вы знаете, что я еще заметил? Что, да, не надо лукавить. Лукавить то, что бывает, Бог показывает на твою сущность, что у тебя еще осталось, что надо убрать с твоего сердца, чтобы оно не было каменным. И если я видел, что если я соглашался и говорил, да, Господь, я вижу в себе эту проблему, грех вижу, что-то еще, я говорю, ты освободи. Приходило всегда исцеление. Я не помню, чтобы Бог не являл свою милость. И мы потом становимся свидетелями, мы становимся служителями Нового Завета, служителями не буквы. Знаете, когда буква убивает, Дух же его творит, когда, знаете, приходят некоторые к Богу и говорят, у вас все нельзя. Потому что Слово Божие им показывает на их сущность, на их грех, а он не соглашается с этим. Ему это сладостно может быть, он не хочет от этого избавиться. И вот, знаете, для такого человека Слово Божие, как дамоклов меч, показывает на его проблему, на рану показывает, на грех в его сердце показывает. А он не соглашается с Богом, а потом говорит, а у вас все нельзя. Или любви Божией нет у вас в церкви, или что-нибудь еще такое. А на самом деле Бог показывает на его сердце, чтобы из его каменного сделать плотяное, чтобы на этом сердце писать уже, знаете, не как мы пишем в мире. Выпил рюмку, начиналось с рюмки, потом заканчивается, не знаю, чем заканчивается. Я недавно вспомнил такую статистику, работал с одним человеком, я в мире тоже думал, ну я выпиваю немного, думаю, какой я пьяница. А у нас микробиолог работал один, он говорит, Дима, если человек выпивает 6 литров пива в месяц, он алкоголик. И я ужаснулся, я был верующий, думаю, ничего себе. Он говорит, подсел на пивной алкоголизм. Подойдите к любому сейчас молодому человеку и скажите, не просто вот так, что ты пьяниц, а ты алкоголик, он не поверит. Представьте. И также мы приходим, я тоже сижу в церкви и думаю, ну а где тут пьяницы? А Слово Божие для моего сердца звучит. Мне хотелось бы молиться за то, что если звучит Слово Божие, показывая на твое каменное сердце, то соглашись с Богом, впусти Божий Дух в свое сердце, чтобы из твоего каменного сердца Бог сегодня делал плотяное, чтобы имел ты свободу от греха, от всяких, знаете, зависимостей. И чтобы ты сегодня был служителем Нового Завета, служителем Духа. И еще хотел бы такое подметить. Вы знаете, я смотрел, что у этого сотника нашлось много друзей, которые ходатайствовали за исцеление вот этого слуги. Я думаю, я сам по себе детдомовский сирота, думаю, ну где бы мне найти такого ходатая? А потом вспомнил один случай, я когда устраивался на бурение нефтяных газовых скважин, меня не хотели брать туда. Я висел в такой, как бы, ну, в такой, в прострации висел. Я приехал, мне было уже, наверное, 35 лет, они говорят, какой ты студент с бородой, там у тебя борода такая, говорит. Студент приезжает, ему 19 лет. И меня служба безопасности не хотела пропускать. И шла вот такая, борьба шла. А что интересно, я молился, и такое, как бы, пение идет. Знаете, псалом есть. Помогу тебе на воде. Как он называется? Вот забываю всегда его. А, да. И вот что интересно, думаю, надо же, начну молиться, пение идет. И вот этот мотив. И когда я прошел вот эти испытания, мне один студент подходит, говорит, слушай, ну ты попал. Я говорю, куда попал? А мне, знаете, я молюсь, радость приходит на сердце, и вот дух поет вот этот псалом. И я всегда слова забываю. Он говорит, слушай, ну был бы на твоем месте, я бы точно запил. Я говорю. А мы верующие, я говорю, молимся Богу, и Бог выходит навстречу, видишь. Даже борода там взяли. А потом через три месяца, через, нет, через три недели, и мне Бог на сердце ложит, что я не своими силами, как вот, знаете, Слово Божие говорит, не потому, что мы сами способны были по мысли, что-то от себя, как бы от себя. Но способность наша от Бога. Я понимал сам человеческим разумом, что я не прошел бы те испытания трудности, которые в жизни моей случились. Но Божий Дух ходатайствовал. А потом через три недели мне напомнил, чтобы, знаете, я способность эту не себе, знаю, о, я такой хороший, сильный, добрый там, и меня взяли, там, и квалификация позволила. Что способность эта наша от Бога. Когда мы доверяем, доверяем Богу в ситуациях, непонятно, разумом мы можем не понять. Знаете, скорбно звучит, да, если бы пьяницей назвали, а представьте, мне сказали бы, ты алкоголик. Я бы, наверное, оскорбился. И мне, например, один брат говорил, ты бомж. Я сначала оскорбился, а потом думаю, ну, на самом деле я бомж. Жилья нету, денег нету. Ну, бомж, что говорить. Знаете, когда ставишь себя на такое, что, ну, да, в жизни докатился до такого, а потом Бог начинает исцелять. Богу сказать, да, Господь, я виновен, все. Сейчас у меня, вот знаете, у меня дом даже построил, думаю, ну, куда такой большой дом строю? 180 квадратов. Думаю, ну, ничего же не было. Нищий был. Бог все дал. Сейчас работа прекрасная. Друзей вот, церковь целая сидит. Думаю, надо же, ну, где такого увидишь? В любой город, куда ни приезжаю, прихожу, как родной. Вы знаете, на самом деле, как родной. А в мире, вот только с тебя деньги появились, вытащили с тебя деньги, все, рассыпались, друзей нету. Мне хотелось бы сегодня молиться. Молиться, чтобы мы были служителями Нового Завета. Чтобы служение наше было написано на наших сердцах, Духом Бога Живого. Потому что мы начинаем в свое время, может, мы отклоняться и начинаем служить другому господину. Другой господин это может мы быть, сами сделаем себя господином. Куда-нибудь в деньги ударимся или в материальное что-нибудь. И еще все бывает там, суета, проблемы, знаете, житейское что-нибудь. И забываем о том, что мы служим Богу Живому, и что Он ходатай Нового Завета. Сам, Духом Святым, в нашем сердце. И при любой проблеме Он хочет ходатайствовать. Нет же, мы сами начинаем усилия прилагать, решать свои проблемы. Бога на задний план. И уже получаемся служителями, которые двум господам служат, себе служим, а остаточное, что Богу останется. Мне хотелось бы сегодня призывать к тому, чтобы мы были добрыми служителями. Как этот слуга, он на втором, я не знаю, даже на третьем плане где-то о нем сказано вскользь. Ну сказано, что этот сотник, он дорожил им. Чтобы мы Богу были дороги, дороги в прямом смысле, что наша жизнь, как в служении примирения, что наша жизнь не для себя живет, сказано, а для Бога. Аминь будет.